Добрый день, это очередной выпуск проекта The Listening Station. Меня зовут Аля Загитова, и я разговариваю с музейными сотрудниками о жизни и работе в режиме самоизоляции. Сегодня мы с вами окажемся в Карелии, и гость выпуска Наташа Козловская, руководитель отдела развития Музея изобразительных искусств Республики Карелия. Я правильно сказала? Да. О, супер, я не ошиблась. Наташа, привет. Да, всем привет. Расскажи, пожалуйста, как проходит режим самоизоляции в Карелии. Ну, мы, наверное, одни из первых в Карелии, кто запретил общественный транспорт. Он еще давно, еще месяц назад, и у нас как-то резко все стихло. Люди действительно очень такие послушные. Мои родители живут на самом центральном проспекте, у них окно выходит на главный проспект города, и мой папа регулярно выкладывает фотофиксацию, что там происходит. И обычно, если мы видим там проб, текучи людей, то реально пустынные улицы. То есть люди достаточно послушные. В этом плане, мне кажется, что Карелия очень долго сдерживала вот эту вот тему развития коронавируса. То есть сейчас у нас порядка 170, по-моему, зафиксированных случаев. Ну, мы сидим, работаем удаленно, да. Я думаю, что, наверное, так же, как в других регионах, люди старались это выполнить. А у вас строгие ограничения на выход из дома? Ну, вот буквально с сегодняшнего дня разрешено гулять вокруг дома и в парках, а до этого все было запрещено. Запрещен был въезд и выезд в ряд городов Карелии, не во всех. Ну, достаточно строго. Маски для всех в магазин, там соблюдение определенных дистанций, перчатки. И, в общем-то, практически как везде в России, плюс общественный транспорт. Тут уже пошел второй месяц, фактически, как он не работает. То есть людей доставляют только на служебном транспорте, либо такси работают. А музей у вас закрыт с марта? Музей закрылся 27 марта. Это был последний рабочий день. Вот, то есть уже тоже больше месяца мы закрыты. Но мы продолжаем быть активно, присутствовать в онлайне. И, в общем, работая, мне кажется, работа стала не меньше, а больше. Да, расскажи, пожалуйста, как устроен обычный твой рабочий день сейчас в режиме самоизоляции? Да, ну, первое, что, во-первых, я себе позволяю, это, конечно, высыпаться. То есть вот здесь такая достаточно большая свобода. Я чувствую, что, наверное, каждый день я сплю на, ну, минимум на три часа больше, чем в обычной жизни. Да, ты серьезно? Это прям для меня, не знаю, мне кажется, за последние лет десять столько вообще не спала, не высыпалась. И это прям, вот честно скажу, прям благодарность. Мой организм это оценил. Вот, но тем не менее на буднях я встаю обязательно по будильнику. То есть в девять у меня звонит будильник. Ну, максимум в десяти я стараюсь уже выползти. Вот, день, в общем-то, достаточно такой структурированный. Я человек порядка, у меня всегда все по полочкам. Я совершенно не люблю, когда, например, вот наступают, если такие вольготные, в кавычках, да, ну, возможности. Я все равно стараюсь быть в структуре. То есть будильник, определенные процедуры, там, я не знаю, зарядка, умывание, завтрак. Затем я сажусь за компьютер. Днем у меня обязательно, кстати, благодаря вирусу я вернулась к йоге. Я очень люблю заниматься йогой, но в последнее время у меня вот физически ходить в студию не получалось. То есть днем у меня обязательно час йоги, в это время у моего ребенка онлайн урок по танцам. То есть я постаралась так организовать, что в момент, когда она занята, я тоже занята, и мы вот как бы, ну, у нас такой вот час порознь. Потом обед, потом снова работа. Вот, но сегодня я, кстати, где-то прочитала такую, ну, шутка-не шутка, что вот в таком режиме возникает тревожность, что если я нахожусь дома и не продолжаю работать, то как это, ну, как бы, типа, как это так? Это странно. Да, странно, и возникает тревожность. Это на самом деле, понятно, это логично, что мы должны в какой-то момент останавливаться, отдыхать и так далее. Вот, ну, то есть стандартный мой день, он такой, в общем-то, не сильно отличающийся от обычного дня в офисе. Единственное, что днем вот у меня есть йога, и немножечко вечером побольше времени на, там, игры с ребенком, ну, такое. А длительность рабочего дня сохранилась такая же, как обычно в музее? Ну, я бы, я думаю, что вот если прям вот четко посчитать по часам, длительность, она, наверное, меньше, но она намного продуктивнее. И это вот прям факт. Я намного больше успеваю делать, при этом там общаться, писать, там, публиковать что-то, искать что-то новое. Вот, то есть в обычной жизни, в офисной, конечно, очень много уходит на лишнюю, времени на лишнюю коммуникацию, и это факт. А что поменялось в организации работы, и что вот из этого ты бы хотела потом использовать в повседневной музейной практике? Ну, слушай, для меня, на самом деле, это очевидный факт, что в офлайне люди действительно создают много ненужных совещаний. Есть тоже хорошая шутка, если ты хочешь, чтобы что-то не состоялось, собери три раза совещание, и люди тебя убедят, что этого делать не надо, да? Да, вот, и действительно, ну, если бы мы сокращали количество совещаний, больше делегировали, там, принятие решений, скажем, на низший уровень, там, да, или на каких-то конкретных сотрудников, это было бы более эффективно. И сейчас это и происходит, то есть совещаний нет, а работа работает, там, да, результаты, ну, налицо. Но, допустим, если говорить об онлайн-присутствии, то мы даже наращиваем в это время, скажем, свои социальные сети, у нас прирост на сайте посетителей. Мы получили грант на развитие онлайн-присутствия от фонда Потанина, конкурс, который вот он только-только организовал в период пандемии, мы попали в первый поток, мы 6 апреля написали заявку, 6 мая у нас уже на счету лежал миллион. Ох, поздравляю вас. Да, то есть, ну, то есть, понимаешь, да, как бы вроде бы люди где-то разрознены, казалось бы, все должны были рассыпаться там, и ничего не происходит, а на самом деле есть результаты, есть конкретная видимая оценка и денежное выражение в том числе. Ну, это существенная поддержка, конечно. Да, вот, поэтому я бы не взяла в будущее неэффективные совещания, наверное, это такой ключевой момент. И плюс вот гибкий график, да, все сегодня говорят о том, что поколению миллениалов, ну, крайне необходим гибкий график, люди хотят чувствовать себя более свободными, да, выстраивать свои процессы. И я сегодня очень четко, вот прям коронавирус для меня лично показал, насколько, ну, есть люди, которые суперэффективны на удаленке и которые не очень эффективны в офисе. А мы все время их заставляем, нет, ты должен прийти в офис, нет, ты должен быть там в 10 утра на работе. И это большой вопрос, я понимаю, что музей, государственный музей, это государственная институция, которая живет по определенным там, да, правилам, канонам, с планами там и так далее. Но жизнь-то, она развивается, да, и мы видим, как другие структуры развиваются, организационные. И мы видим, ну, что есть сегодня более эффективные модели. Их нужно, на мой взгляд, их нужно прямо брать и использовать. Я, к сожалению, ну, к сожалению или к счастью, я такой не классический музейщик, я по образованию экономист-менеджер. Я закончила экономический факультет. И у меня, хотя 10 лет уже работаю в музее, и как бы душой и сердцем я за прекрасное, но как бы вся моя структура работы, она, скажем так, более выстроена на такой, на экономический лад, что ли. Я все время сравниваю модели, как развиваются музеи, с моделями того, как развивается бизнес. Причем от, например, малого там, да, предпринимательства до крупных корпораций. И, ну, не случайно, что бизнес, который суперуспешен, там, да, который выстраивает какие-то гигантские вообще там миры, ну, почему бы не брать у них лучше, как бы, да, и не выстраивать. Ну, это логично. И вот мне кажется, что вот это тоже тема про agile, про коучинг, про самоменеджмент, вот про такие вещи, которые нужно потихоньку и вот наши закостенелые организации перетаскивать. И если действительно человек суперэффективен на удаленке, да дайте вы ему эту удаленку, да, как бы. Какой вопрос? То есть вот я стараюсь в своей, может быть, микрокоманде, да, на своем маленьком уровне отдела, ну, давать какую-то свободу людям, понимая, что в ответ я получу результат и намного качественнее результат, чем в других случаях. А в музее есть сотрудники старшего возраста? И если да, как они справляются с удаленной работой? Да, конечно, есть старшие сотрудники. Ну, слушай, мне кажется, это вообще все не про возраст, вот история не про возраст. Я бы здесь гендерными какими-то и возрастными вот штуками не оперировала. Это вопрос твоего желания, да, там, твоих навыков по жизни, потому что, ну, вот я сегодня вот прям увидела, то есть в этой ситуации, как часть коллег, вот, ну, они просто растворились, их нет, их нет. Вот им сказали, у вас будет зарплата, как бы, вы можете быть дома. И все, как бы, они растворились, да. А есть люди, которые как работали суперэффективно, да, и так и продолжают. Либо даже если, например, они сначала растерялись, там, первые, там, неделю-два, то потом раз, у них что-то щелкнуло, и они просто, там, генерируют идеи, они там, а давайте вот это замутим, а давайте вот это сделаем. То есть вообще история не про возраст, а история про то, как, ну, ты вообще к своей работе относишься, фанат ли ты ее, да, болит ли у тебя душа за это дело, что если вдруг тебя тут не будет целый месяц, ну, что будет дальше, ну, что будет происходить с учреждением, вот. Поэтому все по-разному выстраивают свои стратегии. Прежде всего, это идет от твоей личной жизненной стратегии. Как ты? Ну, я, наверное, здесь частично только с тобой соглашусь, потому что по опыту разговоров, например, с другими коллегами, и по личному опыту я знаю, что люди старшего возраста, они просто, они могут быть прекрасными специалистами и могут гореть на работе и с удовольствием делать все, что они делают, но при этом они не могут очень быстро перестраиваться, осваивать современные технологии, зумы, а иногда у них зачастую просто не бывает, ну, технических средств, там, у них они не пользуются гаджетами или у них какие-то самые простые средства, и они не умеют просто технически у меня все это делать, и поэтому, возможно, немножечко отстают от всех остальных при всем желании большом. Ну, да, я, наверное, с тобой согласна, но что касается нашего музея, мне кажется, это тоже какая-то некая такая сейчас мировая тенденция. Сейчас вот прям такой временной период, когда идет очень большая смена поколений в музеях. И вот, например, на примере нашего музея за последний год, наверное, порядка восьми или десяти таких ключевых сотрудников, там, корифеев, да, кто-то ушел на пенсию, кто-то заболел и потом ушел, кто-то прям умер, да, и я бы сейчас сказала, что у нас так омолодился коллектив, что вот эта проблема прям вот, ну, там, ну, может быть, там, зум еще, ладно, это какое-то такое более новое, да, вот там почта, вайбер, ватсап, там, контакт, ну, практически в большинстве сайтов вообще вот это есть, и я вот на себе этой проблемы не чувствую. Вот, может быть, в других коллективах немножко по-другому, где вот доля людей выше, да, подростных. Может быть, да, такое тоже может быть. А как строится общение с коллегами сейчас, и есть ли что-то такое в общении с коллегами, что поменялось? С коллегами общение в основном строится через соцсети, у нас есть общий чат, где общие проблемы обсуждаются, есть мини-чаты, когда мы какие-то задачи разбили, и там одни делают вот это в одном чате, там другие вот это, какая-то оперативная информация поступает чаще через ватсап или вайбер, в том числе от дирекции, да, то есть все приказы свыше, директор отсылает вот, может, вновь по ватсапу, вот, поэтому даже, мне кажется, мы меньше телефона используем, то есть в основном все вот такое вот онлайн, да, поэтому то, что коммуникации стало, я бы даже сказала, больше, да, потому что некоторые вопросы, когда ты вот что-то ищешь, какую-то правду, ты бесконечно пишешь, 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 потом такой смотришь, у тебя там полдня на эту переписку ушла, но это, наверное, как у всех, это как бы настолько наша, вот, поэтому такая коммуникация онлайн, и она абсолютно комфортная, все подключаются в удобное время, в общем-то, да, иногда ты лег спать, например, в 11, ну, бывает, я раньше ложусь, а кто-то там еще в 2 ночи что-то писал, и ты утром это догоняешь, ну, это такая общая история, мне кажется, не суперинтересно, наверное, да. Понятно. А как удается совмещать рабочее и домашнее? Я слежу иногда за, смотрю там за постами твоими в Фейсбуке и вижу, что ты много делаешь руками, ты иногда печешь, как вообще с этим совсем сейчас? Ну, я бы не сказала, что это вот что-то такое вдруг необычное в мою жизнь пришло, да, то есть я как варила там, так и варю, как пекла там, так и пеку. Ну, единственное, что меня спасает, это вопрос организации дня, то есть когда у меня есть режим, режим все-таки позволяет быть в таком, ну, в каком-то бодрости, ты понимаешь, когда ты варишь, когда ты играешь, ребенок тоже уже понял вот примерно весь этот расклад. Конечно, сегодня я меньше, например, с ней занимаюсь, играю, где-то что-то, ну, на откуп отдано, да, вот, но это не сильно отличается от моего обычного ритма, и для меня испечь пирог, это не так сложно, то есть это как-то между делом, там, раз-раз ты уже что-то делаешь, другое, вот, поэтому день, он такой достаточно рутинный, но по графику, и корни, корни вот этого всего идут, знаешь, от вообще такой концепции устойчивого образа жизни, да, и от концепции устойчивого развития. Как-то год назад мне посчастливилось посетить курс, вот, мне такие парище вернулись, да, с прогулки, как-то год назад мне посчастливилось пройти курс в Московской школе управления Сколково, и там как раз обсуждалась тема устойчивого развития. Ну, и сначала оказалось, что эта тема исключительно про какие-то большие корпорации, там, миры, государства, да, но оказалось, что вполне возможно иметь устойчивый образ жизни одного конкретного человека, чтобы, ну, как-то люди понимали, про что я говорю, то есть вообще устойчивое развитие — это когда ты живешь здесь сегодня, но потребляешь ресурсы так и организовываешь свою жизнь так, что будущим поколением, грубо говоря, будет на что жить, будет как жить, и вообще эта планета не исчезнет отсюда, то есть ты должен, там, заниматься своим здоровьем, заниматься экологией, там, окружающей среды и так далее, и так далее, и так далее. И я вот как-то очень глубоко проникла с темой вот этого устойчивого развития, и, в принципе, вся моя жизнь, весь мой график обычной жизни, он вот на это нацелен, да, то есть я утром встала, у меня зарядка, там, значит, будет, там, хорошее здоровье условно, да, там, потом там правильное питание, а потом там надо работать, потому что ты должен, ну, улучшать свое, там, экономическое, там, состояние, нужно сортировать мусор, потому что нужно, там, беречь планету и так далее. И вот эти все привычки, связанные с устойчивым развитием, я внедрила в свою обычную жизнь, вот, и это в том числе и про режим дня. И когда пришел вот такой вот, в общем-то, непонятные времена, такой хаос, в моей жизни не появился хаос, в моей жизни как была гармония, да, какая-то личная, так и осталось, потому что сегодня, ну, на мой взгляд, один из ключевых навыков, то есть если ты из хаоса умеешь создавать гармонию, то ты будешь устойчивым как раз, да, и весь мир вокруг тебя будет устойчивым, и если ты в обычной жизни это все практикуешь, то когда реальный хаос случается, в твоей жизни не происходит этого хаоса, вот, и, ну, соответственно, ты продолжаешь быть устойчивым, и вот этой своей устойчивостью ты организуешь и в кризисный период свой быт, свою жизнь, там, свою работу, ну, по-новому, но правильно как-то для тебя. Это очень, то, что ты рассказываешь, очень интересно, и даже мне очень близко, на самом деле, структура помогает все упорядочить и чувствовать спокойствие, наверное, да, потому что есть много того, что ты контролируешь, несмотря на то, что есть что-то, что ты контролировать не можешь, и, видимо, так тревога сильно снижается. А все-таки я хочу спросить, есть какие-то сложности, которые ты почувствовала, которые есть вот на режиме удаленной, в режиме удаленной работы и в самоизоляции? Что дается труднее всего? Что дается труднее, ну, знаешь, даже, наверное, такое возникает ощущение, тебе не хочется разочаровываться в людях, а тебе приходится, потому что ты вдруг понял, что какие-то люди вот в этой ситуации, они как бы исчезли, или там не хотят что-то делать, и ты, ну, никак физически там прийти к ним не можешь, да, достучаться не можешь, и вот это вот какое-то разочарование, и ты каждый раз думаешь, да нет, да, как бы, ладно, завтра вот по-другому будет, завтра вот они по-другому себя будут вести, завтра под что-нибудь, ну, наступая завтра, а нет, как бы, вот людям так удобно, а тебя это немножко как-то расстраивает, и ты, и ты, ну, с другой стороны, ты делаешь вывод по жизни, как бы, с кем тебе идти дальше, да, с кем тебе строить там команду, с кем тебе, ну, там, общаться и так далее, то есть для меня вот это, наверное, сложно больше всего, то есть в обычной жизни, может быть, какие-то вещи, они вуалируются, а тут это вот как-то оголилось, и более четко видно, вот, наверное, так. Спасибо. Неожиданный ответ, интересно про это тоже подумать. Здорово, что ты об этом сказала, потому что многие из тех, с кем я разговаривала, тоже отмечали, что вот эта удаленная работа, командная в том числе, она проявляет некоторые человеческие качества и профессиональные качества коллег тоже, и есть, в общем, здесь думать, в какую сторону. Вот, слушай, ты человек такой структуры и плана, я аж прям так это сразу собралась тоже, вот, да. Хотела спросить, был ли у тебя какой-то список дел, когда ты поняла, что вот вы уходите на некоторое время, и вот у тебя есть список дел, которые ты давно откладывала, если такие вообще у тебя есть, и ты наконец-то их сделаешь, получилось ли что-то сделать из этого списка? Ну, слушай, классический вариант, когда все люди начали перебирать шкафы там, кладовки и мыть окна, вот как бы со мной это вообще не случилось, потому что мой день, ну, вот действительно, он был настолько занят и заполнен, и продолжать быть заполнен, и работать там, чем-то еще, я каких-то уборок там, например, глобальных так и не организовала, вот. Ну, вот то, о чем я упоминала, это йога вернулась в мою жизнь, то есть я реально очень, мне очень нравятся эти занятия, но в последнее время у меня физически не было возможности именно студию посещать, и тут девочки, которые ведут эту студию, вдруг организовали онлайн-уроки, причем там за какую-то совершенно небольшую цену, и я такая, вот первая неделя проходит, и я думаю, господи, как бы мне вот какую-то вот, ну, физическую активность себе вот в день как бы включить, потому что в обычной жизни, кто не знает, я, у меня работа находится за 6 километров от дома, и я каждый день на работу хожу пешком с палками, энергическая ходьба у меня, и для меня это прям вообще, это мой час, я иду, дышу там вообще, вот это прям, и вдруг этого нет, вот это прям, ну, как бы тяжело, но мне нужна какая-то физическая активность, вот, и появилась йога, они выложили, стали выкладывать эти вот онлайн-уроки, и я начну... Ой, немножечко зависла ты, сейчас мы их отправим все. Так, мы вернулись, и ты остановилась на том, что уроки йоги у тебя появились, и ты этому очень рада. Да, и так получается, что вот они возникли в моей жизни, и я прям четко себе застолбила, что я вот один час в день обязательно занимаюсь, там, за исключением воскресенья обычно, и получается, что вот уже почти 40 там дней мы сидим, и у меня вот все эти дни была вот такая тренировка, а йога — это все-таки про, ну, и про какое-то равновесие внутреннее, там, и про какую-то стабильность, и даже после тренировки ты такой реально чувствуешь прилив там сил, радости, какого-то комфорта, то есть вот реально вирус мне помог организовать вот эти уроки, и я прям вообще очень рада. Здорово. Ты упомянула воскресенье. У тебя будни отличаются от выходных? Да, отличаются. Во-первых, на выходных нет будильника, то есть мы можем спать сколько мы хотим, но это не всегда там, это никогда не до обеда, ну, как-то, по крайней мере, ты знаешь, что тебя ничто не разбудит. Вот, потом по выходным мы обычно у нас есть... Вообще в Карелии очень много лесов, озер, это вот там край, и у нас есть, ну, буквально в 15-минутной доступности красивые места, ну, дикая природа, есть дача, и мы с семьей обычно на выходном во время изоляции уезжали туда, у нас есть любимая такая гора, высокое место на скале, куда ты приходишь, перед тобой на ладони озеро, лес, птицы поют, это небо, и причем это было удивительно, потому что вирус, опять же, помог нам как-то с семьей сконцентрироваться, ну, я имею в виду малой семьей, да, там небольшая тусовка семейная, в смысле муж и ребенок, и мы прям вот, ну, все, в выходной мы уезжали, и до этого, например, это было реже, скажем, тут у нас это, поскольку мы на улицу не ходим, там, целую неделю сидим, дети реально гуляли на балконах, друг другу там это что-то махали, сидели, играли, для нас это было, вот прям мы ждали, там, когда суббота мы поедем вот за город, и вот эта вот скала, вот эта вот гора с озером, и так было удивительно смотреть трансформацию, когда сначала был полностью лед, потом он начал трещать, какой-то день мы приехали, оно открылось, потом там полетели гуси, и вот это вот, ну, я не знаю, это такое удивительное ощущение, то есть ты так устаешь за неделю, вот сидя за компьютером и в одном помещении, и так далее, что я вот просто, для меня это такая перезагрузка на природе, и мы приезжали туда на несколько часов, мы там брали с собой еду, и там чай на костре делали, с брусничным листом, с ножевельником, вот, и у нас это вот такую традицию выросло, в общем-то, поэтому выходной, это всегда была природа, всегда поздний подъем, отсутствие спорта, выходной, например, мой супруг может готовить более такой обширный завтрак, вот, то есть, ну, и минимум работы, я не могу сказать, что я, наверное, никогда не отключаюсь на 100%, не могу себе позволить, там, идти, мне все равно нужно какие-то вещи проверить, что на сайте происходит, что в соцсетях, что коллеги написали, но выходной все равно я как бы минимизировала число часов, которые я там потрачу именно на работу, и больше потрачу вот на семью и на природу, и это действительно позволяет очень быстро перезагрузиться, подзарядиться, и быть снова в ресурсе. Здорово. Я прямо вместе с тобой оказалась на этой скале, так замечталась немножечко, потому что, да, мы дома тоже с середины марта, сейчас уже май, так что, да, на прогулке нам пока еще не очень светит в Москве. К сожалению. Да, это конечно. Глубокий вздох здесь. Скажи, почему музейному ты больше всего скучаешь сейчас? Ой, слушай, я, наверное, скучаю, по вернисажам, потому что это всегда много народу, это всегда какой-то внутренний трепез, а вот кто придет, а вот как это будет, это всегда пресса, это всегда красивое платье, каблуки, вот, и, ну, вот это какое-то такое прекрасное времяпрепровождение, хотя ты вроде бы на работе, ты не можешь там сильно расслабиться, это должен быть там на чеку, но тем не менее я очень люблю вернисажи, вот, и вот это, наверное, то больше всего, почему я скучаю, ну, и плюс само здание, у нас здание, памятник архитектуры 18 века, и вот это вот, конечно, аура, атмосфера, когда ты понимаешь, сколько тут всего было за жизнь, и ты там находишься, ну, какое-то такое неподдельное чувство соприкосновения к истории, вот, мне кажется, вот эти две вещи, по которым я реально скучаю. Здорово. А как ты отдыхаешь? Ну, вот, отдых — это природа, это то, о чем я говорила, потом отдых для меня — йога, потому что это вот для души, для тела, для вообще для себя. Отдых — это когда можно, вот для меня нет такого отдыха, когда ты лежишь там на диване, да, и ничего не делаешь, для меня это кажется, что, боже-боже, время уходит, мы теряем время, вот, то есть для меня отдых — это смена деятельности, прежде всего. Иногда даже, когда ты что-то работаешь, но ты поменял там, делал одно, стал другое, это уже какой-то даже такой отдых, да, вот, допустим, сейчас мы с тобой в Эфире, а вот для меня это отдых, ну, это как-то по кайфу, это классно, вот, ну, и, конечно, общение с близкими, с ребенком — это тоже, переключение с работой, какие-то такие активности, это тоже отдых, поэтому я больше за переключение деятельности. А книги и кино, есть сейчас им место в плотном графике? Ну, во-первых, про книги, я, конечно, очень люблю читать книги, но последние годы большую часть своих книг я слушаю в аудиоформате, когда иду на работу как раз вот на таблической ходьбой, потому что я иду практически около, ну, не час, минут 50, и обычно за неделю я такую среднюю книгу осваиваю. Мне это, конечно, очень сильно помогает, потому что в бумажном варианте читаю намного меньше. У тебя, извини, я тебя коротко прерву, у тебя вот эти прослушивания книги, они у тебя тоже запланированы? Или ты каждый раз выбираешь что-то, ну, такое, что хочется в моменте по настроению? Слушай, ну, обычно у меня есть список, потому что вот что-то новое там валится, появляется, я где-то себя оставляю, но иногда бывает так, что, например, вышла суперклассная книга, я прям не могу, хочу, а ее нет в аудиоформате, я там жду, жду, но сейчас уже этот процесс быстрее стал происходить, очень часто обычно выпуск, ну, стараются аудиоформат подделывать, но раньше это иногда был год там разрыв, но практически редко бывает, когда я вот что-то там прям совсем спонтанно покупаю, я пользуюсь приложением, естественно, да, но обычно у меня какой-то есть список наперед, вот, и сейчас, конечно, в этих условиях вот с книгами у меня гораздо сложнее, то есть времени вот прям читать бумажно очень мало и практически нету, потому что вечер обычно занят чтением с ребенком ее книг, вот, но та книга, на которой я остановилась, вот последняя, которая у меня как бы сейчас в работе, в деле, в чтении, это книга, которая называется «Практика бирюзового управления». Вообще я, ну, очень мало читаю художественную литературу, не знаю, там, к стыду или нет, хотя я раньше любила и очень много, вот, но последние много лет это в основном либо какие-то автобиографии, причем людей, связанных с бизнесом, либо это какие-то книги по менеджменту, по маркетингу, по экологии, вот, что-то такое прикладное, которое так или иначе как-то помогает и в работе, и в саморазвитии. Вот, и вот эта книга «Практика бирюзового управления» это как раз тоже, вообще, бирюзовое управление это тема, бирюзовые компании, скажем так, есть такой термин, да, это как раз тема про отмену, скажем так, менеджмента, приход к самому менеджменту, к самоуправлению, отмену каких-то там показателей плановых, там, KPI, не знаю, каких-то таких критериев, а больше за ценности, за приверженность компании. И вот как раз, мне кажется, пандемия сейчас очень хорошо выявляет тех людей, которые способны работать вот по принципам вот таких бирюзовых корпораций, да, когда тебе не все равно, когда ты за идею, когда ты хочешь двигать несмотря ни на что, вот, это причем книга написана, мне в последнее время очень нравится, что сейчас очень много книг по менеджменту стали выпускать наши отечественные авторы, то есть, ну, большая часть литературы на эту тему была создана за границей, там, в Америке и так далее, да, вот, это тоже все было когда-то читано, но когда вот все-таки сейчас, ну, после разрушения Советского Союза прошло, ну, достаточно много времени, выросли действительно новые какие-то компании, появились новые такие бизнес-лидеры, они стали выпускать уже свою литературу на основе русских примеров, я кайфую, это, понимаешь, это не сравнить, ну, с иностранной литературой, потому что другая реальность, другие примеры, другой вообще срез, вот, и поэтому это бесценно, что вот такое сейчас появляется, и я очень-очень люблю, вот, просто, ну, мне кажется, что музеи должны перенимать из бизнеса лучше, вот это вот прям идея, за которую я готова бороться. Слушай, ну, я, наверное, с тобой тоже здесь соглашусь, но мне кажется, что от музея могут перенимать, безусловно, от бизнеса лучше, но здесь, мне кажется, очень серьезный вопрос индивидуальной самоорганизации каждого конкретного человека, потому что, чтобы работать в таком гибком формате, нужно обладать очень высокой степенью самоорганизации, как раз то, о чем ты говоришь, да, про себя, что у тебя план, то есть четко у тебя расписан день, и ты, в общем, двигаешься в этом направлении, ты не прокрастинируешь, не откладываешь дела, у тебя есть план, с которым ты следуешь, но это, не каждый может похвастаться такими способностями, это сложно, перестроиться сложно, и вообще этому научиться довольно непросто, поэтому... Да, не, я согласна, но я, как бы, не говорю про то, что мы должны там сто процентов взять из бизнеса, меня тут сразу закидают камнями, что вот там встанет вопрос там всяких прибыли, эффективности и так далее. Нет, я не про это, я про модели, про какие-то, да, про принципы, потому что, ну, все уже лучшее в управлении, оно на самом деле уже создано, оно уже есть, и оно уже показало там исторически, как это должно работать. Другой вопрос, что музеи более такие законсервированные структуры, достаточно консервативные просто, да, менее там гибкие и так далее, но какие-то вещи, мне кажется, надо внедрять, пробовать, да, и тогда, может быть, какие-то вещи будут решаться гораздо проще. Ну, я не знаю, например, из последнего, там, скажем, есть такой Максим Батырев, ну, известный бизнесмен, у него много чего там, разных бизнесов, разных там конференций он проводит и так далее, вот у него есть трилогия, 45 татуировок личности, 45 татуировок менеджера и 45 татуировок продавана. Ну, вот рекомендую буквально всем прочитать это про каждого из нас, это там не про то, что ты работаешь в какой-то конкретной фирме, там, и тебе нужно это исполнять, это про то, как быть эффективным человеком, как быть эффективным работником, как быть эффективным вообще по жизни, там, партнером, супругом, вот, мне вот такие вещи нравятся, ты прочитал, проанализировал, чужой там опыт применил на свой, понял, что вот это могу взять, вот это могу взять, там, а вот это не могу, ну, или там, ничего не готов, вот, или, я не знаю, допустим, пример Ричарда Брэнсона, вот, для меня он, легендарная личность, то есть, это британец, который открыл за свою жизнь, там, порядка 400 компаний, которые связаны, там, и с туризмом, и с полетом в космос, и с мобильными телефонами, и совсем-совсем-совсем, компания называется Virgin, да, и у него есть две автобиографии, в 50 лет он написал, книгу «Теряя невинность», а в 70 лет он написал книгу «Обретая невинность», причем вот эта вторая книга, она, по-моему, до сих пор на русский язык не переведена, я ее где-то давно выкупала в Финляндии, и, в общем, читала на английском, но это потрясающий опыт, когда как раз возрастной человек, то есть ему уже за 70, да, вот это к разговору о людях, которым много лет, как он пересмотрел вообще все свои взгляды на свою жизнь, на свой бизнес, и все переделал в формат, как бы там онлайна, скажем так, да, удивительно, и иногда вот ты такое почитаешь, и все понятно, уже ничего не надо изобретать, уже надо просто брать лучшие практики и внедрять, и делать. Другой вопрос, что, ну, хотят люди читать об этом, да, хотят узнавать, как это реализуется. мне кажется, что, ну, вот книги, вообще это бесценно, и вот этот российский опыт, он просто потрясающий, играть и делать, а потом фильмов, еще тогда, вот, я совсем не киноман, вообще смотрю все, вообще очень мало в кино хожу, мало смотрю, всегда все с опозданием на пару лет, вот, но вот за последнее время я, опять же, стараюсь смотреть больше даже не фильмы, на какие-то передачи, буквально на днях я посмотрела один из последних репортажей Дудя про Кремниевую долину. Ребята, ну, это, это шикарно, это три часа, я вот ночь потратила, я там всех спать уложила, села, хотя, как бы, я не люблю тоже, вот, как бы, не спать, вот, и потом, так странно, я вот посмотрела, так как-то у меня было такое вдохновение, думаю, так здорово, так интересно, и потом смотрю, повалилась куча всяких там комментариев, начинает Павла Дурова, который сказал, что там в фильме все фигня, заканчивая там каким-то рядовыми пользователями, я, например, для себя абсолютно там не увидела историю про то, что там, ребята, давайте все переедем за границу, будем там успешными там предпринимателями, я просто увидела на примере классных, успешных, молодых ребят разные модели менеджмента, они просто каждый в своем диалоге рассказывают вообще такие прям лайфхаки, советы, как нужно делать дело, чтобы оно там пошло дальше, да, как, и я слушала, я думала, да боже, это вот про нашего дизайнера, это вот про этого, а вот это, а там еще был такой термин, вообще супер, вот всем, всем рекомендую, чайка менеджмент, прилетел, наорал, все остальное тоже сделал, да, и улетел, и я, и ты такой сидишь, и думаешь, да господи, вот этот Иван Иванович у нас, так это же вот чайка менеджмент, да, там условно, а нужно ли таким быть, или не нужно таким быть, то есть я вот как бы анализировала эту передачу исключительно вот по каким-то таким функциям, которые ты можешь на свою деятельность применить, а кто-то это понял, как просто призыв ехать там в другую страну и делать бизнес, ну, по-разному, но передача замечательная, очень рекомендую всем посмотреть, и какие-то свои выводы. Слушай, ты так вдохновенно рассказываешь о вообще менеджменте, и о том, как может быть, и как бы тебе хотелось, чтобы было, а как ты вдохновляешь коллег и свою команду? Ну, слушай. Кроме того, как ты круто это рассказываешь, делаете ли вы что-то такое, чтобы применять все вместе эти стратегии в жизни? Я считаю, что единственное, что ты можешь делать для людей вокруг, это быть примером, просто быть примером. Например, вот наступил кризис, пошел и добыл новый грант, вот прям показалось, что, ребят, я вот три ночи сидел, я верю в идею, я написал, я сделал раз миллион, пришел в офис, там всем плохо, что это это, ты там их как-то подзадорил и так далее. Я пыталась, ну, или не пыталась, не знаю, мне кажется, что, ну, хотела бы использовать такую схему, что там дать всем прочитать те книжки, которые прочитала я, но я потом в один прекрасный момент поняла, что не работает, потому что у всех очень разный бэкграунд, у всех очень разная самая мотивация, и какая-то книжка, которая мне прям зашла, другие начали и умерли там на третьей странице, да, но я могу какие-то кусочки из этой книги там, да, как-то мыслями там выдрить, какую-то мысль где-то рассказать, да, где-то подбодрить, где-то еще что-то, но самое главное, быть примером, если люди видят, что я, например, работе отдаюсь по полной, ну, конкретно члены моей команды, я не могу говорить за все там, да, за все учреждение, но там, где я имею зону влияния, да, мне кажется, что важно быть, быть примером, важно людей хвалить, важно людей мотивировать, либо, либо предлагать помощь, даже если мне тяжело, я, например, понимаю, что, может быть, там у меня лишнего времени нет, но если я сказала своему, СММ-менеджеру, что, слушай, тебе нужна какая-то сегодня помощь, давай я какой-нибудь там материал загружу на сайт вместо тебя, человек, как бы понимая вот это, ну, он, во-первых, скажет, да ладно, я там сам, ты чего там, типа, да, либо наоборот, какой-то реальный момент, когда ему тяжело, когда у него там голова вали, дети там, да, он мне звонит и говорит, например, а ты можешь вот сегодня выходной, ты можешь за меня там пост выходного дня сделать, я говорю, ну, не вопрос, хотя мне нужно там отложить тоже часть чего-то там своего, вот, то есть мне кажется, что вот такая вот прийти на помощь в любой момент, ну, если ты реально можешь что-то сделать, и быть просто примером в какой-то обычной, ну, ежедневной деятельности, это, наверное, самое лучшее, что ты можешь для людей сделать, потому что никого пинать, толкать, звать куда-то там, давайте там на тренинг, давайте на то, нет, ты должен сам впитывать в себя, и только потом примером подавать людям какие-то уроки, а возьмут они их, не возьмут, кто-то растет вместе с тобой, да, кто-то ты видишь, что, ну, не хочет, не может, и он потом в итоге от, как бы отваливается, отхалывается, да, либо, например, ну, я не знаю, даже вот такое дело, как написание статей, если мои, конкретно мои сотрудники видят, что я регулярно пишу статьи, и я им все время говорю, да, девчонки, да попробуйте, да у вас получится, да возьмут, если где-то надо, я подправлю, и по факту я сейчас вижу, у меня люди выросли, люди начали писать статьи, берут российскую прессу, я прям радуюсь, потому что, ну, ты видишь, что вот птенчики полетели, как бы, да, что вот, давайте, давайте, там, вы обязательно участвуйте в конференциях, ой, ну, там, я боюсь там выступать, еще что-то, давай вместе презентацию создадим, давай твою речь послушаю, давай какие-то замечания скажу, да, но обязательно иди, один раз будешь бояться, два раза будешь бояться, на третий раз у тебя крылышки расправятся, и ты, ну, пойдешь, и они видят, что я 10 раз за год, там, или 20 выступила где-то, и они такие, ну, вроде как бы нам там один, так вот минимум надо, или там два, ну, и клево, и получается, что вот это вот такое вежуха. Здорово. Мне кажется, наше видео, когда появится запись, можно будет просто просматривать, как вдохновляющее видео, когда, когда все совсем плохо, или грустно, я прям честно буду рекомендовать коллегам полетать и смотреть на тебя, смеющиеся, довольные, и такой вдохновляющий. Скажи, пожалуйста, что ты сделаешь первым делом, как только закончится режим самоизоляции? Слушай, во-первых, когда ты написала, что вот этот эфир называется The Listening Station, в честь бутылки вина, я, конечно, такого вина не знала. Я полезла, в поисковик, нашла это вино, я поняла, что это Ширас, что это Австралия, я люблю Ширас, я люблю австралийские вина, но я про это вино ничего не знала. Вот. У нас, конечно, город не очень большой, то есть, не заказать, скажем, доставку премиума вина, я вообще не знаю, есть ли он у нас в городе. В общем, я решила, что первое, что я сделаю, я пойду в элитный гипермаркет и найду это вино, вот, и нужно, в общем, попробовать отметить. Второе, у нас шикарная набережная, мы живем на берегу Онежского озера, это второе по величине озеро в Европе, и вот эта набережная, недалеко от музея, на ней роскошный, огромный, на открытом воздухе есть комплекс тренажеров всяких, да, в общем, я мечтаю вот пойти вообще на набережную, гулять, заниматься, там ребенок будет кататься на самокате, потому что это вот место, мекка такая, петрозаводская мекка, но вот я для сегодняшнего момента себе не позволяла, некоторые, конечно, нарушают, ходят, но я нет, вот, поэтому я очень хочу, очень хочу гулять на набережную, вот, ну и слушай, очень много отменилось командировок, я поэтому скучаю, плюс у меня закончился загранпаспорт, я надеялась, что тут еще вот под конец успеть захватить пару, короче, разных поездок, не получилось, поэтому я побегу делать загранпаспорт, потому что нужно строить новые планы, нужно думать, как там дальше, куда мы едем, как перестроиться командировки, то есть это вот те такие вещи, которые мне хочется делать. Ух, да, прямо, ух, 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 мурашки, спасибо тебе огромное за разговор, он был, по-моему, супер полезный, очень интересный, мне кажется, через экран телевизора, не телевизора, а нашего компьютера, зарядилась от себя тоже энергии, захотелось пойти что-нибудь срочно создать новое, классное, например, сливовый пирог, я пойду искать. О, супер, супер, спасибо, очень рада, что я была полезна, надеюсь, что действительно кому-то эти советы пригодятся, ну, или просто, ну, посмотреть. Спасибо большое, давай, до встречи, пока-пока. Пока.